приветствую вас друзья на канале Даниила и Ларисы сегодня мы опять решили обратиться к кухне народов мира наверняка практически все посещали ну свое время рано или поздно посещали или посетят еще крым но те кто посещали наверняка помнят одну из характерных таких крымских одно из характерных крымских блюд тандырная самса на самом деле это не совсем крымское блюдо но конечно татарское вот но это блюдо готовят очень во многих странах азии и очень во многих странах востока начиная от индии и естественно но одна из как сказать не знаю правильно самая вкусная наверное самса которую я ел я все-таки ел в узбекистане и вот сегодня мы попробуем воспроизвести узбекскую самсу ну собственно говоря от крымской самсы которую мы все любим просто обожаем и ну наверняка не раз пробовали она не очень отличается конечно классическая самса готовится из баранины и бараньего жира но мы баранину заменили говядиной потому что нету возможности купить маленький кусочек баранины ну допустим в киеве такой возможности нету надо либо покупать там целую баранью ногу либо лопатку просто купить кусочек на какое-то блюдо мы не можем и жиром то есть опять же таки жир у нас есть курдючный но можно использовать и свиной жир без проблем также можно делать самсу с курицей совершенно совершенно спокойно и получается очень вкусно ну собственно говоря для начинки самсы 300 грамм говядины 100 грамм жира 3 луковицы упс чуть не убежали такие средненькие если покрупнее луковицы то достаточно будет две это рецепт в среднем на 5 на 6 булочек естественно рецепт мы разместим в описании понадобится соль понадобится черный перец и обязательно понадобится такая пряность восточная как зира без зиры самса не получит своего своего вот того от классического вкуса то есть если вы знаете о чем я говорю то вот того вот круг вкуса крымского берега или ташкентской чайханы без зиры самсе к сожалению не получится поэтому эта пряность обязательно она продается абсолютно везде на любом рынке есть ребята которые средней азии продают специи азиатские и зира совершенно доступно для теста нам понадобится 300 грамм муки 150 грамм воды 100 грамм сливочного масла и половинка половинка ложечки соли чайной ложечки то прошу прощения естественно не столовой вот и друзья собственно говоря начнем с теста сейчас лариса нам покажет как приготовить тесто это особое тесто слоеное вертикальное но в общем сейчас будем смотреть приготовление теста для самсы состоит из нескольких этапов первый этап размешиваем водичку с солью риса водичка теплая или обычная такая не холодная комнатная температура то есть где-то 20 25 градусов да лариса у нас специалист по тесту для меня тесто конечно это высшая математика ну да вы не любите кошек вы просто не умеете и готовить просеиваем муку друзья ну в первую очередь чтобы отделить всякие предметы которые могут неожиданно оказаться в муке один раз отделился кусочек гвоздя не знаю как он туда попал и во вторую очередь чтоб тесто было пушистое ну действительно производители муки бывает разное на мельнице в муку может и попасть что-то хотя я конечно просеивает но вот у меня я помню по детству был такой случай бабушка делала вареники и в муке перемешиваем естественно самсу нужно готовить в тандыре потому что ну даже в индии блюдо самоса которая тоже родственник самсы его готовят в тандыре у нас тандыра нету поэтому будем готовить в духовке перемешали и теперь нам надо замесить тесто замешивать ручь лучше руками тесто вообще любое тесто любит руки потому что ложечкой тесто не вымешаешь еще многие хозяйки вот у нас есть одна знакомая она не делает ничего из теста потому что боится выпачкивать руки в муке вот чего-то ей это категорически не нравится ну на мой взгляд эта процедура достаточно приятная в твоих руках рождается он рождается будущий хлеб будущая еда в данном случае будущее самса мне кажется вот именно в замешивании теста есть какая-то магия своего рода ну скорее всего что это с хлебом связано хорошенько вымешиваем вымешиваем наше тесто чтобы она стала совершенно однородным займет это несколько минут поэтому я остановлю кадр и после того как лариса замесить его покажу что получилось вот где-то 3 минуты лариса месила тесто покажи какое оно такое достаточно густое достаточно крутое получилось формируем такую лепешечку и оставляем его на 20 минут отдохнуть пока тесто отдыхает приготовим фарш но естественно как бы слизы она обязательно должна участвовать в приготовлении фарша особенно если он готовится из говядины нарежем нашу говядину она вот такие вот беточки толщиной где-то сантиметр и и теперь немножко от объем это мяско тяпкой чтобы разрушить структуру мясных волокон после того как мяско отбили порежем его на квадратике со стороной где-то один сантиметр ну плюс минус естественно вот таким вот образом теперь у нас самса получится очень нежная за счет того что мясо предварительно мы отбили можно конечно и перекрутить фарш но тогда это уже получится не самса пирожки с мясом потому что самса делается именно срезанным мясом ну и конечно если это молодая нежная баранинка то может отбивать ее совсем и не надо баранину вообще не надо отбивать это говядину потому что она такая более жесткая и курицу я думаю тоже отбивать не надо да просто нарезать на квадратике курики не свинину я думаю что и свинину в зависимости конечно от какой части делать но я думаю что свинину тоже не нужно отбивать это сугубо для говядины такой метод чтобы понежнее было итак друзья порежем все мясо и вернемся к вам порезали все мяско и теперь порежем наш курдючный жирочек если друзья у вас нет курдючного жира то можно использовать свиную свиную почеревенку или свиную грудинку вот такое вот прослойки жирное сало с мясом конечно просто сало я думаю использовать нежелательно режем меленько где-то миллиметров по пять кусочками если вы готовите самсу из свинины тогда лучше просто взять жирную часть свинины например ошейек чтобы самса у нас получилась сочная если же делаете самсу из курицы то вообще можно обойтись только курицей и луком итак порежем весь жирок и опять вернемся к вам отправляем наш жирок к мяску и следующим этапом порежем лучок самое веселое занятие в приготовлении самсы приготовьтесь оплакивать его лучок режем четвертинками колец очень тоненькими четвертинками колец то есть не полукольцами а четвертинками порезали лучок отправляем его фаршик теперь добавим специи лариса вдоволь наплакалась с лучком я тоже немножко пустил слезу да и сопли потекли лучок такая штука перемешаем хорошенько фарш друзья не фарша начинку такая она у нас получилась лука вассальная самса получится зато очень сочная теперь добавим специи черный перец добавляем по вкусу в зависимости от того насколько острое блюдо вы любите в нашем случае мы будем любим очень острое поэтому лариса добавляет где-то чайную ложку перца если вы не любите острые блюда то достаточно будет 1 4 чайной ложки зиры добавляем тоже на нашу порцию чайную ложечку с горкой при этом зиру надо хорошенько растереть для того чтобы но она сама по себе маслянистая для того чтобы у нее раскрылись поры и она лучше отдавала свой аромат но таким вот образом растираем ее между ладошками и добавим соль друзья опять же таки соль добавляем по вкусу лариса добавляет где-то в районе чайной ложки но боюсь что будет солен они это меньше но ты лучше ложками добавляю чтобы было видно что добавляешь а то ты так вроде для себя готовишь они для зрителей во первых соль всегда по вкусу добавляется однозначно сказать что добавляем там чайную или пол чайной ложки нельзя фарш хорошенько перебешиваем и отставляем его в сторонку вернемся к нашему тексту друзья тесто отдохнуло и можем приступить начать его раскатывать сливочное масло которое у нас было приготовлено мы растопили микроволнов очки не надо чтобы она закипала надо просто чтобы она растопилась и стала жиденькая теперь нам надо раскатать насколько я понимаю большой блин а это нам понадобится еще мысочка маленькая досточка да ну да лучше работать на большей поверхности у нас пока-пока будем попытаться раскатывать на этой до какой толщины мы должны его раскатать ну очень тонкая вообще лучше тоненько раскатать где-то пару миллиметров может еще муки понял теперь для самцы у меня задача сделать большую досточку в планах есть плацинда но у меня есть кусочек мебельной столешницы ну такого же акрила раскатали тесто тесто действительно у ларисы получилось тоненькая где-то полтора миллиметра толщиной масло я уже вижу мы растопили много нам живет только с одной стороны надо смазать да то есть поправка в рецепте будет где-то я думаю сейчас посмотрим на грамм 30 сливочного масла 100 грамм это масло это масло можно просто сделать топленое масло и потом использовать на другие рецепты но я переборщила крепко переборщила я вот тоже думал зачем нам такое кусяра масло в общем друзья где-то 25-30 грамм сливочного масла используем для этого рецепта естественно в описании мы исправим напишем правильное количество ну и опять же таки это у нас на шесть порций самсы так хватит уже лариса не вымажешь ты все масло туда главное вокруг все хорошо не смазывай теперь друзья надо тесто свернуть в рулончик тоже я так понимаю задача не из легких причем рулончик должен быть плотненький да он должен быть плотненький желательно стараться так чтобы без воздуха был то есть вот первый виточек вообще лариса так буквально его чуть-чуть подворачивает и защипывает как где-то делают повара когда готовят 100 порций самсы допустим у них уже опыт мы раньше всегда готовили самсу из покупного слоеного теста вот наконец-то решили приготовить именно правильную самсу и самим приготовить на нее тесто поэтому друзья опыта у нас особого нету и вы присутствуете так сказать при научном эксперименте в середине теста получилось немножко толще до соответственно надо будет лепешечки резать асимметрично как бы разных размеров ни одного размера сейчас маску скрутили такой рулончик я чего-то вспомнил операция и другие приключения шурика но там этого федю помнишь рулончик с обоими завернули теперь друзья надо порезать наш рулончик на порционные кусочки таким вот образом подровняли а наш лончик и теперь режем его на 6 порционных кусочков начали для удобства режем пополам ну как четенько и рулетки не надо и теперь на три части грубо говоря чтоб у нас получилось 6 порционных кусочков вот наши будущие 6 порций самсы теперь друзья каждый кусочек отдельно заворачиваем пищевую пленку я вот тоже сомневаюсь что в узбекистане когда готовят самсу именно такой процесс там процесс я смотрела именно видео там где именно сами узбеки готовят понятное дело что они не готовят на 6 порций то есть там есть рецепты на 100 нас на 200 порций но тем не менее у них процесс вот со скручиванием и охлаждением теста вот точно такой же просто они еще по нескольку раз охлаждают мы немножко упростили этот рецепт они еще там охлаждают его два-три раза для того чтобы она получилась слоеная ну и понятное дело что они у них это больший объем и большие рулончики и все остальное но я помню я смотрю наблюдал где-то или в ташкенте или бухаре как узбек делал самсу ну конечно весь процесс не было возможности понаблюдать заворачиваем друзья пищевую пленочку и на полчаса в холодильнике или в морозилку морозили в холодильник минимум на два часа в морозильник на полчаса не замерзнет она не станет дубовая и через полчаса мы к вам вернемся и продолжим готовить нашу прекрасную узбекскую самсу наше тесто охладилась друзья и можем сформировать самсу в это время разогреваем духовку до температуры 200 градусов первое что мы делаем это вот эти вот столбики слепливаем в лепешечки потом каждую лепешечку раскатываем в кружочек в кружочек да не в квадратик ну я что-то думал что это самса треугольная значит ее надо из квадратика делать немножко прилипает не надо ли муки добавить она там же масло внутри конечно и какой нам на толщины его раскатать тоненькая достаточно тоненькая где-то 0 5 миллиметров то есть не совсем тонюсенько раскатываем только с одной стороны чтобы у нас рисуночек наш сохранился как дамасская сталь может те убрать что понятия не мешали ну да вот такого диаметра больше не надо да самса не очень большая достаточно и таким же образом друзья раскатываем остальные раскатали лепешечки и теперь можем сформировать наши булочки ну самсу собственно говоря что сегодня барабашка нас преследует выкладываем мяско так побольше такую кучечку дальше формируем треугольную конвертик а вот так он треугольный делается а но но тесто прилипнет на этих загибах начнет же выделяться большим количеством пар он не взорвет нашу самсу не ну я хочу предусмотреть все уже из такого теста первый раз делаем и ложим на вот ту вот часть конвертика там где шов друзья мы подготовили противень мы используем тефлоновый лист для выпекания вот такой вот очень классная штука многоразовая продается на алиэкспрессе стоит доллар но вообще потрясающая вещь если нету такого листа то надо использовать пергамент для выпекания то есть на противень ложим пергамент для выпекания и потом уже только ложим нашу самсу переборщил хочется побольше вот такой вот процесс интересный по вылепливанию самсы и даже никогда не думал что она так делается какие красивые штучки получились и точно также друзья сделаем третью сформировали точно также третью самсун и теперь друзья еще несколько моментов первое это кунжут не обязательно но желательно и второе это яйцо вернее наоборот я отделил желток от куриного яйца и смажем нашу самсу этим желтком чтобы ну чтобы она была такая такую имела красивую поджаренную корочку румяненькую напомню духовку мы разогрели до 200 градусов и теперь присыпем аккуратненько каждую самсу кунжутом кунжутными семечками можно еще добавить ляных семечек или как это черное зерно называется которое в узбекистане в киргизии для хлеба для самсы используют не знаешь я не помню но везде она по-разному называется одно из названий самое простое то что я запомнила это просто черное черное да ну вот если вы видели ну оно типа кунжута просто такой же формы семечки просто черного цвета не очень ароматные но у нас их нет мы обойдемся только кунжутом и отправим нашу самсу на выпекание повещаем духовку разогретую до 200 градусов на время примерно 20 минут я включаю секундомер и когда самса будет готова скажу вам точно сколько времени она выпекала 23 минуты жарили жарилась самса и лариса скомандовала что все готово вот такая вот красота у нас получилось друзья сейчас приближено ничего не лопнуло как я боялся все просто идеально и рисунок вот эти вот кружочки точно как вот вот именно точно как в узбекистане должно быть у самсы вот видите ну что ж друзья сейчас она немножко остынет и мы ее продегустируем ну что ж друзья попробуем варить на произведение искусств самса очень красивая то есть она реально вот такая как она должна быть вот этими круглыми разводиками сейчас слюнки текут причем интересно тесто слоеное не знаю видно не видно она такими слоями аж расходится начинка очень сочная и очень вкусная еще горячая конечно мясо бесподобное отлично приготовилась просто потрясающе проверим если не сок но мясо очень сочная и сама самса сочная потрясающе можно запить узбекским чаечком ну что друзья самса получилась очень вкусная собственно говоря чего и вам желаю на самом деле это блюдо допустим если вы ждете гостей как закуска просто потрясающе как дополнение первым блюдом оно просто прекрасно ну и вот просто перекусить и кстати как закуска дорогие зрители в прямом смысле этого слова самса тоже вот такая вот поэтому пробуйте если у вас какие то вопросы возникают в процессе задавайте их в комментариях мы отвечаем на все комментарии подписывайтесь на наш канал ставьте пальцы вверх а мы будем снимать для вас новые вкусные видео всем доброго пока